Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Медикал Фитнес, я его ведущий Кравцев Сергей. Сегодня я хотел с вами поговорить о трех признаках скрытого нарцисса. В общем, смотрите, самый главный признак нарцисса скрытого, то, что он скрыт и подает все свои, так скажем, многоходовочки, как правило, в виде заботы. То есть, первой его мотивацией ставится забота или какое-либо другое положительное чувство, качество. Соответственно, им он как бы прикрывается, как надевает такую волшебную мантию, как у Гарри Поттера. Хобана! И его не видно под этой заботой. Как это может выглядеть? Ну, допустим, жена может заботиться о муже, а может, допустим, целый день спрашивать, болит ли у него спина в случае жизни. Достаточно обеспеченный мужчина, который, в общем-то, старался стать обеспеченным человеком всю свою жизнь. У него это вышло. И вот, значит, как это происходит. Жена целый день бегает, ищет, они только переехали, она вроде как заботится о нем, что вот ты там перетаскивал, у тебя снова грыжа воспалилась и так далее. Перетаскивал какие-то вещи, переехали в новую квартиру, еще такой бардак. И к ним вроде как на новоселье, там должны приехать какие-то там непонятные дальние какие-то знакомые. Там еще оказалось, что где-то их старые какие-то тоже знакомые друзья живут. И, в общем, для мужа, для ее, чтобы вот так вот не вдаваться в подробности там, кто он по психотипу и почему. Ну, короче говоря, просто ему важно, так как он всю жизнь добивался материального благополучия, показать это материальное благополучие. А, соответственно, как бы, жена это знает. И помню, у него болела спина. И вот она, значит, начинает обзванивать этих друзей, вроде как заботясь о нем, он еще об этом не знает. И говорит, что, да вот мы только заехали в дом, ой, я даже не знаю, как там, что у меня, в общем, получается. Там, ну, если материально, вроде как, для вас это не накладно, хотя там, в общем, у них у самих и явно материально вообще не накладно, и эту проблему можно было бы 10 раз решить. Вроде как вот какой-то там захватите стул удобный, там, я что-то не помню. Ну, короче говоря, какую-то мебель. Типа мы даже мебели не можем себе здесь позволить сейчас. Вот. Ситуация совершенно кардинальная. То есть там вот так вот могут позволить себе все. И, соответственно, люди мало знакомы, у них складывается впечатление, что, ну, да, как-то там все плохо у них. Вот. Все начинают там что-то привозить им, кто-то какую-то еще посуду захватил в итоге. И эта ситуация была очень унизительна для этого мужчины. Ну, то есть кто-то бы не обратил, может быть, на это внимание, но суть в том, что она знала, куда давить. И она через эту вот заботу именно давила вот на этого мужчину. И вот скрытый нарцисс, он всегда так поступает. Он точно знает, где у жертвы слабое место. Он предварительно обязательно прикроет все свои мотивации, что проработает план отхода. То есть, понимаете, такому человеку очень сложно потом возразить. Любые аргументы в плане того, что зачем ты это сделала и так далее, они изначально наставят в проигрышное уже положение. Потому что мы человека как бы в заботе обвиняем. Вот. Очень часто родители так делают. И они используют подобную тактику. То есть, допустим, хочет ребенок, к примеру, у них там пойти на секцию. Представим так. Пойти на какую-нибудь секцию решил ребенок. Может быть, он уже подросток, взрослый. Или как-то решил саморазвиваться, к примеру. Любое хобби, неважно. Это может быть действительно продуктивное хобби или не очень продуктивное. Но надо понимать, что разный тип личности, он по-разному будет. Либо отговаривать ребенка, либо с разными мотивациями это делать. Как это делает абьюзивный нарцисс? Он сначала говорит вот как. Ты знаешь, не надо там тебе поступать в университет, играть на гитаре, заниматься буксом. Да, чем угодно. Представьте любой балетом. Значит, потому что там это плохо, сейчас нет на это денег, это непродуктивно, неинтересно. Вообще, у тебя дальше жизнь целая впереди. Тебе будет очень тяжело. Взрослая жизнь, она тяжелая, мало времени. Наслаждаясь сейчас жизнью, это ты еще успеешь поработать там, заниматься каким-то развитием. Вроде как все впереди, не торопись. Ну, или какие-то другие аргументы приводит. Ну, и ребенку, вроде дети, все равно они внушаемы, как правило, в большинстве случаев у ребенка как бы засыпает. Но, опять же, он ничего сделать не может. Ну, засыпает, в смысле, в психологическом плане. Интерес, может быть, даже снижается к этому делу. Вот. И как получается? Ну, он ничего сделать не может, даже если он какой-то интерес к этому балету или гитаре испытывал. Вроде как его убедили в обратном. Ну, и все. История закончена, казалось бы. Но только не для скрытого нарцисса. Скрытый нарцисс через какое-то время напомнит ребенку. Блин, да ты знаешь, вот вчера ходили там с Машей, с какой-нибудь моей подругой, а у нее сын так хорошо играл на гитаре. Вот не то, что ты. Ты что-то там занимался, бренчал, потом хотели на курсы тебя, я помню, ты просился отправить. Да куда тебе вообще? Вот ты сроду, ты такой невнимательный, какие тебе курсы? Ну, и что-то вот такое. То есть, может быть, зависит вместе от интеллекта. То есть, у нарцисса, чем выше интеллект, будет более заувалировано. Помните, я говорил, чем интеллект более примитивный, будет более какие-то фразы, вот такие более откровенные, даже немножечко противоречащие себе, да. И вот устраивая такой когнитивный диссонанс, соответственно, нарцисс уже устраивает такой скрытый абьюз, скрытый нарцисс, скрытый абьюз устраивает на своем ребенке. Поэтому очень важно, соответственно, вот такие моменты вычленять и вообще работать с ними, если у вас супруг или супруга скрытый нарцисс, соответственно, с вами растут дети. Очень часто вырастают не только нарциссы из такого отношения, но и шизоиды. Причем шизоиды с акцентуацией в шизофрению. Поэтому такие вещи ни в коем случае, конечно, нельзя позволять несформированной психике расти вообще в, соответственно, такой атмосфере, вот когда именно идет скрытая манипуляция. Дети, они, как правило, сильные эмпаты, когда идет открытая манипуляция, они это хотя бы внутренне как-то чувствуют. Хотя бы у них обида сформируется. А здесь они начинают винить себя чаще в такой ситуации. И это очень плохо. Значит, смотрите, по поводу создания когнитивного диссонанса, то, что я сейчас рассказал, все в общем. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, может быть, посмотрят человек, у которого такая история в жизни была. И как-то кратко ее опишите. Я бы хотел дальше начать разбирать на примерах и хочу ваши примеры какие-то услышать. Может быть, вы расскажете мне какую-то интересную историю о таких вот скрытых манипуляциях вами. В детстве, может быть, вы переживали супруг, супруга, брат, сестра, что-то такое делали. Именно о скрытых манипуляциях, может быть, когда это заувалировано в виде какой-то такой заботы проявлялось. Значит, вторая очень важная стратегия, как нарцисс управляет людьми, и, как это сказать, как симптом нарцисса, признак нарцисса второй, самый главный, это додумывание событий. Вот додумывание событий и передумывание каких-то событий прошлого, что уже произошло, они все это передумывают, перефантазируют, переделывают. И самое главное, не просто переделывают, а рассказывают вам, или, что очень важно, вашим родственникам, близким, знакомым, коллегам, уже в извращенной форме вот эту информацию, дабы манипулировать вашим состоянием. Вы будете постепенно, ну, настолько грамотно умеет нарцисс сманипулировать и заверять вас, что вы какое-то насилие, вот именно скрытый нарцисс, что вы виноваты, умеет внушать, что вы производите над ним насилие. Он умеет выворачивать ситуацию наизнанку. Опять же, не забудьте вот предыдущую ситуацию, я рассказываю. Жена, заботясь о муже, косвенно провоцирует ситуацию неловкую, в которой он испытывает двойственное состояние. Ему, с одной стороны, неловко от того, что он, соответственно, испытывает, ну, вроде как материальные, да, потребности, и он все время этого опасался, так выглядит. А с другой стороны, он ничего не может сказать своей жене, возразить на этот поступок, потому что он прокручен через заботу. И, соответственно, если вот точно так же происходит у нас с созданием вот этих вот ситуаций, когда еще потом раз он там сказал своей жене, а ты знаешь, что ты неправильно, да, поступил, ты не надо было там про это кресло ничего говорить и прочее, тем более там в таких подробностях каких-то непонятных, двухсмысленно звучащих. А она, соответственно, как, говорит ему, вот ты меня обижаешь этим, что я о тебе забочусь, ты не ценишь мою заботу и так далее. И вот вам ситуация вывернута наизнанку. Со стороны, если она кому-то эту ситуацию особенно предоставит третьему лицу, сто процентов все скажут, что мужик козел. Вот сто процентов. И все манипуляции скрытого нарцисса, они изначально простраиваются таким образом, они даже любят так делать, они говорят, так, нам нужен третийский какой-то судья, мировой судья нам нужен, да, сейчас мы позовем какое-нибудь третье лицо, идеально, если это дети, вот, взрослые там, может быть, там, подростки какие-то более-менее. Маленьким детям они любят внушать, говорить, вот смотри, видишь, как мой отец, твой отец там надо мной издевается, то есть позовем третье лицо, маму, бабушку, кого угодно, значит, подругу, если нет детей и так далее, я друга, и вот она говорит, вот смотри, вот я о нем забочусь, у него болела спина, я там что-то кресло попросила привезти, и вот сразу у нас там целая история из этого вышла. Соответственно, люди сразу принимают сторону нарцисса, и это начинает человека просто с годами сводить с ума, человек не понимает, что с ним делать, почему ему вот такая гнетущая, постоянно на него атмосфера сваливается, да, почему все вещи, которых он боится, может быть, не хочет демонстрировать на людях, почему на него так сваливаются, да, когда вот его, казалось бы, жена, любимый человек, там, или родитель, может быть, даже находится с ним рядом в общей обстановке. Они любят тоже на зрителя унизить, но делают это безумно скрыто, просто, вот видите, насколько продуманно, вот как я описываю, они это делают. Ну ладно, дальше, как додумывание может идти событий? Это, допустим, смотрите, к примеру, я сначала говорю, что мы слегка поспорили, потом я говорю, мы не слегка поспорили, мы сильно поругались. Потом я говорю, мой муж, супруг, отец хлопнул дверью, стулом ударил, что-то такое, да, сделал очень грубое. Потом я говорю, соответственно, он меня избил, потом я говорю, он хотел меня убить. И вот по нарастающей, скрытые нарциссы, по нарастающей, постепенно, чем больше прошла ситуация, годами, да, они любят прошлое вспоминать, и вот они его постоянно подкручивают, как бы подменяют ваши воспоминания постепенно, постепенно, подменяют и ваши воспоминания, и воспоминания ваших близких о ситуации. И вы, может быть, где-то не выдержали, накричали слегка на этого нарцисса, а он этого и добивается, чтобы вы на него накричали, вашу реакцию ждет. И, соответственно, где-то вы не выдержали, вы сломались. Он про себя очень доволен. Иногда в их глазах можно увидеть прям такую радость, что они вот прям довольны. Вы сломались, вы проявили открытую агрессию, а он скрытый, он же такой продуманный этот нарцисс. Вот. И, соответственно, они хобана это зафиксировали, эту агрессию. А потом они уже вам начинают припоминать, что ты сагрессировал, ты сагрессировал, ты хотел меня ударить, ты там хотел меня убить, да ты вот это, да ты вот это. И вам как бы внушают. И любое внушение, оно вот это столкновение настоящих воспоминаний и додуманных, споры о них, потом вы уже сами начинаете путаться, да, вы думаете, может я что-то забыл, может я действительно так резко как-то ударил по столу, она подумала, что я по лицу ее хотел ударить. Хотя вы не планировали, допустим, реально бить человека и там стопроцентно, да, это есть, что вы не хотели, к примеру, там кого-то бить, обижать, просто голос повысили. Но за несколько лет вам уже почти внушили, что вы там человека чуть ли не избили, да. Вот, поэтому очень важно понимать, что если человек так делает, вы поймали неоднократно человека на изменение ваших воспоминаний, скорее всего это скрытый нарцисс. Ну и заключительный признак того, что рядом с вами находится скрытый нарцисс, постепенно он не будет давать вам покоя. Техника, такая тактика скрытого нарцисса, он должен или она ходить за вами, о чем-то постоянно, посленно вас обвинять, вот создавать вот этот скрытый абьюз. То есть жена очень часто, да, такие жены есть даже карикатурные, ходят за мужем и говорят, вот, мне никто не помогает убираться, мыть посуду, воспитывать детей. То есть ситуацию же можно по-разному подавать, можно сказать, ну, я хотел бы больше проводить с тобой времени, может быть, вместе куда-то сходить с нашими детьми, вместе их воспитывать и так далее, было бы так здорово. А можно ходить и камень мучить, и как бы обвинять человека, что из-за тебя наши дети вырастут там какими-то плохими личностями. Вот, вот, соответственно, вот, когда это все идет вот так вот абьюзивно очень подается, любая информация, в принципе, если, сейчас я начну, фантазировать, можно извратить вообще самое приятное такое, сделать через призму абьюзу подать, самые положительные эмоции. Вот, и в чем суть? Суть в том, что, соответственно, если вам не дают постоянно покоя, если вы не можете расслабиться с человеком, если вы даже уходите в другую комнату, захлопываете за собой дверь, человек стоит перед дверью, продолжает на вас давить. Это явный признак скрытого нарцисса, причем не очень интеллектуально умного, потому что более интеллектуально умные нарциссы, они косвенно будут создавать беспокойство, включать громче музыку, уходить, уже сами не разговаривать, но включить какой-то телеканал, причем какой-нибудь, который вы не любите, там Дом-2 какой-нибудь, допустим, вы не любите. То есть они более будут стратегичны. А вот если просто это вот женщина, которая ходит, кричит, бубнит, и все это в сторону абьюза, обвинения, далеко не от радости, она там какой-то замечательной, то это тоже может быть признаком такого скрытого нарцисса, не очень интеллектуального. И все эти вот эти вещи, они будут очень грубовато прокидываться, о которых я сегодня говорю. Это были три признака отличить манипуляции нарцисса. С вами был Медикал Фитнес Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех вас жду на своих онлайн-консультациях. Спасибо, что смотрели, дорогие друзья. Спасибо.